Здравствуйте всем! Сегодня у нас лекция. Это школа кунг-фу и учи. И мы сегодня поговорим о том, что такое любовь и как она понимается в школе кунг-фу. Начну с таких слов, что если человек не познал себя, то он не знает ничего. Это Евангелие от Фомы. То есть очень важный момент – познать, кто я. Люди живут, но они не понимают вообще, кто я. Что с собой представляет человек? Чтобы подойти к вопросу, что такое любовь, нужно вообще разобрать, кто такой человек. И человек имеет очень много плоскостей, в которых он рассматривается. Так же рассматривается и на занятиях кунг-фу. В человеке есть тело, душа и дух. Значит, мы должны понимать, что такое тело, душа и что такое дух. Кунг-фу мы когда занимаемся, мы говорим о том, что упражнение рассматривается с точки зрения движения, дыхания, сознания. То есть тело, дыхание, сознание. Это то же самое. Правильное движение – это работа с телом. Дыхание – это душа. Сознание – это дух. Каждый понимает на сегодня, что душа и дух – это какая-то частичка божественной силы. То есть создатель, творец как-то что-то сделал, и мы получили вот это тело, и внутри него душа и дух. И нужно понимать вообще образно для человека, потому что раз сложить полностью и глобально вообще что-то, что такое душа и дух, человек вообще их в теории не может, потому что он трехмерен, а душа и дух шестимерно. Поэтому полностью осветить вопрос, у человека и головы не хватит осознать. Поэтому все представления, о которых мы говорим, они очень образные. Наверное, один из всех не секрет, что человек ждет несколько жизней, имеет несколько воплощений и будет иметь еще несколько воплощений. И люди на сегодняшний день, ну, по крайней мере, живущие на постсоветском пространстве, вот вы, например, вы уже прожили где-то около 300-700 жизней, и еще проживете около 5000 жизней. Это такие образные сравнительные вещи, чтобы вы понимали, что происходит. Если сказать, что человек прожил где-то 50 тысяч лет, то ему еще нужно прожить 5 миллионов лет. Человек приходит сюда, на Землю, для того, чтобы получать знания. И в данный момент он как ребенок, как будто вы пошли в детский садик, потому что вы прожили 50 тысяч лет, и у вас было 300 воплощений. 5 миллионов лет впереди, это значит, что вы еще должны вот это все изучать, что же такое человек, кто я. Это главный вопрос занятий кунг-фу, кто я. И на занятии кунг-фу мы это делаем, используя упражнения, дыхание и медитацию. Медитация — это работа с сознанием. То есть есть инструмент, с помощью которого можно понять, кто я. Так вот, вы должны еще понимать, что человек так многогранен и так универсально, гениально создан, что внутри него есть опыт всех воплощений, которые у него были, и всех воплощений, которые будут. То есть знания внутри вас безграничны. Если бы вы знали инструмент, как достать этот опыт в жизни, вы бы стали гениально-идеальны, идеально-гениальны. И вот моя задача — объяснить, где это находится. И при чем тут любовь? Многие бы люди, наверное, хотели бы иметь опыт прошлых жизней, в воспоминаниях, для того, чтобы в данный момент как-то поступать более, скажем, правильно или осознанно. Но для того, чтобы открыть знания, почему их не открывают людям? Почему человек имеет такую технику безопасности, чтобы мы не видели то, что было? Потому что в прошлой жизни у нас было очень много вещей, которые для неосознанного человека будут как взрыв мозга. То есть он может попасть, ну, скажем, расстройство психическое, и у него будут серьезные проблемы, и можно попасть в какие-нибудь, так сказать, заведения в виде больницы. Почему? Потому что в прошлой жизни были воплощения, в которых вы кого-то убивали, потому что были военные действия. Может быть, на каждом из вас там 100, 200, 300 человек, которых вы убили. Вы видели смерть, видели радость. Если вот это сейчас все увидит, то мозг может не справиться с этим всем. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходило и кто я, нужно пройти подготовительный курс, то, что человек сейчас проходит, для того, чтобы ему вот эти знания открыли. Он говорит, а, так все понятно. Я сейчас спокойно к этому отношусь. Да, было дело, но сейчас я, так сказать, контролирую ситуацию. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня тема любовь, а любовь — это истина. Истина. Это знание. А знание мы получаем через сознание. Сон — знание. Мы осознаем знание о том, о том, о том, о том. Существует четыре уровня сознания. Подсознание, сознание, предсознание, сверхсознание. Подсознание — это вы. Подсознание — это личность. Дух создал личность. Дух является творцом. И он сотворил личность. И внутри вас сейчас два творца — дух и личность. Вопрос, сложность заключается в том, что подсознание — это опыт наших прошлых жизней, находящихся внутри нас как программы. То есть мы имели какой-то опыт, что-то делали, как-то поступали, сознание имело такой вот опыт, и ушло оно в подсознание. То есть автоматически сейчас вы делаете вот так, как делали в XVI веке. Но сейчас в XXI век, XXV век, и в эти века вы не можете поступать так, как было в XVI веке. Вы можете использовать опыт, но сейчас время поменялось. И поэтому у вас есть сознание. Сознание — это то, что вы видите, и то, что происходит с вами сейчас. Это адекватность состояния в данный момент, в данное время, здесь и сейчас. Вот сейчас — это сознание. Вы воспринимаете знание, информацию, осознаёте её и ложите в свой опыт. Подсознание — это то, что уже было в опыте. И вот многие люди живут на подсознании, не осознавая то, что сейчас происходит внутри нас. То, что вот мы видим, не беря из этого опыт. Но есть ещё предсознание и сверхсознание. Это опыт духа. Это более высокий опыт, опыт воплощения не просто прошлых жизней, а божественный опыт. Как бы симбиоз всего, куда входит и будущее, и прошлое, и настоящее. Я бы сказал, что одна из заданных задач человека — это выйти на уровень сверхсознания. Подсознание в доовских практиках наводится на уровне живота, сознание — на уровне сердца. сверхсознание — это на уровне головы. Тело, дыхание, дух, сознание. А где же здесь душа? Что такое душа? Душа — это законы бытия. Если дух — это сознание, это знание, то душа — это законы бытия. Если привести пример сравнительный, то женщина — это душа, а мужчина — это дух. Очень образно. Женщина — это земля. Мужчина — это небеса. То есть дух — это небо, душа — это земля. Положили в землю зерно, вырос плод. Женщина родила ребенка — плод. Значит, душа может рождать плод, создавать следующую душу. И душа, и дух — это божественная сила внутри нас. Многие люди думают, что самое главное — это душа. Да, душа — это очень важно. И не уделяют внимания тому, что есть еще дух. Это как папа. Папа, мама. Папа, мама и ребенок. Тоже три единое начала. Это тоже можно рассмотреть как тело, душа, дух. Везде три единое начала присутствуют. Дух очень важен тем, что он творец. То есть человек находится на земле с одной точки зрения — получить знания и быть творцом. И мы воплощаемся, воплощаемся, воплощаемся для того, чтобы набрать, 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 набрать вот эти знания громадные, которые позволены человеку приобрести и стать творцом. Богом. То есть кто такой Бог? Творец. Он создал нас. Вы тоже можете быть творцом. Вы творите. Вы творите там дом, сад, огород, пилите, строгаете. Вы творите. Но человек творит на уровне тела, физики. Рукой помахал, попилил. А нужно творить на уровне духа, на уровне сознания, на тонком плане. Что это такое? Это значит дарить любовь. А что это такое любовь? Любовь — это дарить радость и счастье. Любовь может дарить дух, и любовь может дарить душа. Это как мужчина и женщина. И женщина может дарить любовь, и мужчина может дарить любовь. И вот когда вы можете отдавать любовь на уровне души и духа, это и есть истинная любовь, симбиоз. Мужчина и женщина поженились, и у них появился ребенок. Душа и дух тоже внутри нас должны пожениться условно, и у них тоже должен родиться ребенок, любовь. Когда ребенок рождается, то все дети — ангелы. Так вот, ангел — это и есть любовь, состояние любви. Смотрите на маленькие дети, радостные, смеются, у них все хорошо, они не понимают времени, пространства, у них нету часов. О, 6 часов, надо пойти спать, я не понимаю, что закончится. Времени существует, пространство не существует, тут маленькие дети. Они воплощение ангела, они любовь. Все люди — ангелы. 50 на 50. Ангел — человек. Тело — человек. Внутри нас — ангел. Душа и дух вместе создают божественную силу ангела. Ангел находится вокруг нас. То есть вокруг нас находится любовь. Если душа внутри нас, она занимается уборкой территории. Что мама делает? В доме там моет посуду, готовит, кушает там. Дух создаёт, творец. Он пошёл на работу, там творит. А ребёнок возле мамы, в огороде тут, возле дома, в песочнице. Он здесь рядом. Он далеко от мамы не уходит. Вот ребёнок — ангел. Это любовь. Смотришь на любовь и сразу любовь проявляется. Только на ребёнка посмотрел. Бывают такие ситуации. Где-то с кем-то там поссорился, что-то там где-то поговорил. Что-то у нас сегодня плохое. Ребёнок побежал, обнял и ты уже всё простил. Так вот, вот эта аура или вот это поле или состояние любви кругом нас надо уметь расширять, дарить. Чем больше вы отдаёте, тем больше вам дают. Человек так создан, что ему нужно обмениваться энергиями. Потому что любовь — это энергия. Школы кунг-фу и учи занимаются управлением энергиями. Вот вы на занятиях уже все испытывали покалывания на кончах пальцев, тепло в центре ладошки, какие-то потоки, где-то холод, где-то тепло. Вы уже на уровне тела ощущения какие-то испытали. Это работа с тонкими телами. То есть кроме нашего физического тела перед нами ещё 300 тел. И задача человека — вообще понять, как это работает. Мне кажется, тут перед мной ещё несколько тел находятся. Ещё и дух, и душа, и ангел. О, Боже мой! Смотрите, сколько комплект. И если пройти по улице, подойти к людям выборочно, вообще 100 человек спросить вопрос, что они об этом знают, я думаю, 2-3 человека что-то об этом могут сказать. Люди практически не владеют знаниями. Потому что невыгодно давать знания людям. Потому что если люди знают, они осознанно. Осознанно — это значит свободно. А свободно — значит очень сложно управлять людьми. Нужно же как-то управлять людьми. Это же выгодно. Иди сюда, делай это, вот это. Человек — творец. Он не раб. А люди находятся в состоянии «я раб». Потому что они неосознанны. Потому что они не понимают, что такое душа и дух. Они не понимают, что такое любовь. Что это ангел. Что это энергия. Что он этим владеет. Это внутри него. Это его сущность. Это он и есть любовь. Он только смотрит глазами на вот это тело и думает, что это и все. Это только 3% того, чем мы обладаем. Занятия в школе кунг-фу и вучи построены так, что вы на занятиях выполняете упражнения, физические упражнения, дыхательные упражнения и упражнения для сознания. Для тела. Для тела. Ной конг. Чи конг. Ной конг. Чи конг. Это мышцы. Чи конг. Это сухожилия. Есть еще упражнения для костей. Получается все комплект. Дыхательная гимнастика. Легкие. Считайте легкие что-то, 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 что-то такое отдельное. Легкие. Грудная клетка. 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 Птица в клетке. Клетку надо открыть, чтобы птица вылетела. Внутри клетки находится душа. Душа. Внутри клетки. Дыхание. Это энергия. Это душа. Внутри клетки у человека. Я умышленно несколько раз повторяю. То есть нужно заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы открыть душу. Чтобы все было хорошо. Это значит появится счастье, радость, веселье. Все супер. То есть как-то там открываются двери. Душа выходит. И у нее все хорошо. И она становится мудрой. Из любви рождается мудрость. И упражнения для сознания. Для того, чтобы открыть предсознание, сверхсознание. Опыт духа. Для этого есть тоже упражнение, пополняемое сегодня нами в виде медитации. У нас сегодня занятие будет по медитации. Я поэтому такую предварительную лекцию к этому подвожу. Получился комплект. Вот этот комплект мы называем вучи. Вучи это техника, которая находится за пределами тай-чи. Тай-чи это взаимодействие инь и ян. Двух начал. Мужского и женского. Папа-мама. То, что находится за грани понимания папы-мамы, то, что человек не видит, но понимает на уровне души и духа, то есть на тонком плане, это есть вучи. То есть, например, если вы разговариваете с мамой, папой, которые уже умерли, то есть вы ощущаете их присутствие или во сне, или вот говорите, о, дочь, слушай, я сегодня с мамой поговорила, сегодня хорошо. Ну, так бывает. Или он на могилке стоит и понимает, что вы прям общаетесь со своим близким. Это есть вучи. То есть человек до такой степени открыт, что он понимает и слышит тонкие планы, которые находятся за грани понимания человека, который неосознанный, а только живет на уровне подсознания. Автоматически, как робот, просто встал, поел, работа пошел, все, бизнес, деньги, все понятия заменены. Деньги-то ничто, это бумажки, а сейчас и бумажек нет. Самое главное – это любовь. И когда у вас есть любовь, то вы можете общаться с дедушкой, прадедушкой, прапрадедушкой, прабабушкой, видеть себя, кем вы были в 15-16 веке, в 25-26. Вы можете пройти по воде, вы можете взлететь на дерево, человек в это не верит. У него нет такого, он вообще не говорит, как это я могу сделать? Да. Это есть вучи. Сегодня человек практически не может познать очи, потому что он находится в таком социуме, в котором он раб. Он находится в состоянии зависимости. Сейчас сделано так, чтобы было нон-стоп, что ему некогда вообще остановиться. У него все, быстрее и быстрее надо то-то-то-то. Он не может сесть, остановиться, вдыхнуть, выдыхнуть, закрыть глаза, уйти внутри себя, познать себя, кто я, а кто я? Петя, Вася. Кто моя душа? Душа, как тебя звать? А, так ты Маша, а я Петя, привет. То есть для него это непонятно. Не то, что у него нет времени, у него даже нет знания об этом. Для того, чтобы сегодня войти в состояние вучи, в состояние любви, я бы сказал, что человеку нужно уйти из социума, скажем, ну хотя бы на месяц. В лес, в горы, уйти подальше от людей, выкинуть сотовый телефон, потом вернуться в этот мир и быть в шоке. Ну желательно с учителем уйти, потому что потом, возвращаясь в этот мир, можно сойти с ума. Возвращаясь в теме любовь, я еще раз скажу, что любовь это истина, Бог есть истина. То есть любовь это Бог. Знания, радость, счастье, энергия. Любовь и не поцелуи, не обнималки, это более глубокое состояние. Это то, что излучает душа и дух. Из этой лекции вы должны понять, что душа и дух это как будто бы две сущности внутри нас, которые пытаются нам помочь человеку познать себя. Внутри их находятся все знания. То есть внутри их есть любовь. А человек усиленно сопротивляется. Потому что его мозг, мозг физическое, оно ставит барьеры. мозгу невыгодно, чтобы человек понимал то, что будет контролировать мозг. То есть есть мозг, а есть вы. Если мозг позволит вам познать себя, то он потеряет контроль над телом. Это как хозяин. Хозяин не хочет терять контроль. А вдруг его в тюрьму поставят? Поэтому он не блокирует все понимания и всю информацию, связанную с тем, что может его контролировать. Поэтому происходит такая ситуация. И многие люди слушают, вроде слышат, но ничего не меняет. Потому что мозг говорит, да фигня это все, ерунда. Вот у тебя тут есть дом, холодильник, работа. 300 долларов получается. Будь счастлив. Все, счастья в этом достаточно. Ты чем-то недоволен? Я не спрашиваю. Не спрашиваю тебя. Не спрашиваю тебя. Самое ценное для вас, что может быть, у вас есть инструменты, механизмы для того, чтобы изменить себя и стать лучше. У вас есть тело, у вас есть сознание, у вас есть техника, которую мы предлагаем как инструмент работы с телом, дыханием, сознанием. И благодаря вот этим всем инструментам вы можете себя изменить и стать лучше. То есть эта задача, в принципе, и стоит перед занимающимся. Я бы сказал, что для того, чтобы достичь этого результата, нужно только один нюанс. Доверие. То есть вы приходите ко мне, вы доверяете, что преподаватель знает, что делает и знает, что транслирует. Это как в бизнесе. Ну, ты доверяешь партнеру, ну и вкладываешь деньги. Не доверяешь и не вкладываешь. Ну и тогда иди отсюда. То есть если вы приходите ко мне, значит, вы доверяете мне, что я знаю, что я говорю, и могу вам эту дверь открыть. То есть у меня есть ключи. Мастер кунг-фу – это ключник. У него есть ключи от дверей. И он видит, кому какую дверь открыть. Это его способность. И одному нужно одну дверь открыть, другому – другому. И вы пришли к ключнику, и вы доверяете, что он подберет ключик. Потому что человек так устроен, что он не умеет самообучаться. Это вот такая способность человека. Он не может так сидеть и получать знания. Вот я сижу и высшую математику знаю. Если, к примеру, положить яблоко, и я никогда в жизни не видел яблоко, и я не могу сказать, что это яблоко. Я не знаю, что нужно укусить. У меня страх. А вдруг это сейчас взорвется и меня убьет. У человека нет знаний. Он только проводит сравнительные элементы. Он только сравнивает одно с другим и из этого делает свой опыт. Но для того, чтобы сравнить, ему нужен опыт. То есть ему кто-то должен дать эти знания. Знания должны передаваться. Я знаю, даю информацию вам, вы ее приняли и передаете следующим. Поэтому очень важно... А человек приходит, я об этом сказал, над землю для того, чтобы получать знания. Значит, на земле есть люди, которые находятся в состоянии ангела. Хотя бы процентов 60 ангела, а не 50. И они передают знания людям для того, чтобы они тоже изменялись. Я сейчас условно скажу, что на сегодняшний день, но это очень условно сравнение, чтобы было понятно. Люди имеют ангельскую силу, божественную любовь процентов на 5-10. Они не понимают, что это такое любовь. Как это дарить радость, счастье? А должно быть так. Должно быть так. У женщины 60% ангел 40 человек. У мужчины наоборот. У мужчины 40% ангел 60 человек. Очень хорошо, я бы сказал, золотая середина 50 на 50. А сегодня 10 на 90. Как человеку понять и как ему измениться? Это то, что мы сейчас говорили. Ему нужно опыт. Он должен это видеть. Он должен это ощущать. Он должен это испытать. А, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Когда я захожу, мне все обнимают. О, я понял. Вот в этом элемент какой-то счастья, радости. Значит, это вот какая-то частичка любви. Или ребенок бежит и начинает вас обнимать. А перед этим, например, вас кто-то обидел. Это тоже была счастье, радость. И это элемент любви. Он вам подарил частичку своей душе. В кунг-фу существует такое понятие. Нанося удар, передайте ему свою любовь. То есть я веду сражение, наношу ему удар в лицо. Но в этот момент я должен ему передать любовь. Когда мне рассказали, я был в шоке. Я не понял, как это. Я же бью его. Но я когда бью, я должен его любить. Как это происходит? Ну вот представьте ситуацию, когда кто-то на вас злится. «Да я тебе сделаю весь такой разозленный». А вы так улыбаетесь. «Сосед, да я тебя так люблю! Слушай, пошли, посиди, я шашлычок сделал». И тут что-то он такой радостный. Я его хотел тут побить. А он мне предлагает сидеть за шашлычок, пиво и все такое. То есть вот он его разрушил. То есть он дал ему свою любовь. И ему же не хочется биться. Это и есть боевые искусства. Искусство. Играть на гитаре – искусство. Танцевать, рисовать – искусство. Кунг-фу – это боевые искусства. Искусство владения своим сознанием, подсознанием, всех сознанием, дыханием, телом. А то, что мы видим сегодня – это спорт. Когда люди на ринге, в перчатках бьются. Работа на уровне физики. Там нет ничего более. То есть нужно разделять, что есть спорт, а есть боевые искусства. И вот вы приходите на занятия боевыми искусствами кунг-фу и вучи. Это то же самое, что мы занимаемся сейчас рисованием, пением, танцами. И еще я хотел уделить вот такое внимание дыханию. Потому что у нас будет отдельная лекция. Я просто сейчас хочу прикоснуться к этому. Вы должны от меня сейчас услышать. Как мы дышим, так мы и живем. Дыхание – это энергия. Дыхание – это душа. Если дыхание заблокировано, энергии нет. Значит, душа закрыта. Что произошло? Когда вы были маленькими, у вас все было идеально, гениально. Вы только родились. Вы прямо ангелы. Все хорошо. Потом. Это нельзя, это плохо. Какие-то программы. Это все-все-все не так. И начинает взрослый на ребенка говорить. Можно, это нельзя. И ставит программы. А потом стресс. Что-то произошло. Собака испугала. Или там, не знаю, самое страшное. Кто-то из близких умер. Папа, мама. Стресс. И стресс блокируется дыхание. И человек забывает, как дышать. Потому что мозгу это выгодно. Мы это коснулись. Потому что, если заблокировано дыхание, заблокирована душа и заблокирована любовь. И, значит, мы не можем управлять мозгом. Мы становимся ведомыми рабами. Поэтому нужно очень тщательно уделить внимание дыханию. И зана научиться этому. Как будто бы кататься на велосипеде. Представьте, что легкие – это велосипед. Вам подоела мама велосипед. Вы первый раз в жизни увидите. Вы берете ее на плечо. И пошли к другу. И шли полчаса. Поставили. Другой говорит, слушай, так это же велосипед. Что такое велосипед? Вот так вот садись, все педали крутишь. Хоба. И пять минут ты опять дома. Обалдеть. А я не знал. То есть нужно рассказать, как дышать, чтобы происходило все быстро, легко и просто. И вот занятие в кунг-фу вуче занимается именно этим. Различные виды дыхания. Брюшное, грудное, разные леберные, солнечные плетения. Модификация между ними. Вдыхнуть, выдыхнуть. Потому что как мы дышим, так мы и живем. Поэтому дыхательная гимнастика – это инструмент, который позволяет вам дать энергию, любовь и открыть клетку, в которой сидит ваша душа. Измениться и стать лучшим. Не тело самое главное, а дыхание. Тело, сознание, а между ними электрический проводок. Чтобы свет включить, кнопочку нажимаете – это тело. Лампочка загорелась – это сознание. А здесь электричество – это дыхание. И вот нужно восстановить провод, чтобы лампочка загорелась и чтобы вот этот включатель бессмысленно не лежал. Тогда все работает. Поэтому самое главное – это дыхание. Если вы понимаете, как дышать, то весь этот приборчик начинает работать. Понимаете? Это очень-очень-очень важно. Очень важно. Ну вот таким образом мы осветили этот вопрос. Я коснулся разных плоскостей. Я сегодня на лекции попытался о разном поговорить, хотя цель была любовь. Потому что цель занятия кунг-фу и учи – это любовь. Потому что это то, что дает вам возможность познать себя, кто я. Через любовь, через дыхание, через сердце сознание и тело. Но каждый из этих вопросов требует еще более глубокого раскрытия. И можно любую из этих тем взять. И это целые книги, тома или институты. Поэтому мы потихоньку будем немножко их раскрывать на лекциях вот по субботам. Таким образом у вас будет понимание, чем мы занимаемся. Спасибо. Какие у вас возникли вопросы? Загрузил. По дыханию нам надо постоянно создавать дышательную дыхание или это просто упражнения? Отличный вопрос. Обратите внимание, на улице в естественной среде не надо заниматься дыхательной гимнастикой. То есть, например, сегодня мы рассматривали брюшное дыхание. Потому что чаще всего люди не умеют дышать брюшным дыханием. Женщина приходит, у нее грудное дыхание. Я говорю, дыши животом, надувай живот. 90% женщин не понимают. Им нужно время. И вот она идет по улице. Тренер сказал отдыхнуть, выдохнуть, натянуть. И идет. Этого делать запрещено. Потому что в естественной среде естественное дыхание. А у вас это дыхание на сегодняшний день неестественно. Вы его обучаетесь. Она будет у вас потом когда-то естественным. И вы будете дышать им бессознательно, автоматически. Когда приобретете опыт в зале. То есть, тренируетесь дыхание только в спортивном зале, специально отведенном месте. Называется доджо. У вас может быть в доме где-то определенное место. Там вот уголок. Это ваш зал доджо. Место для занятий. И там вы сели, то выдох. То есть, нужно заниматься этим в определенное время, в определенном месте. Не нужно заниматься этим в жизни обычной. И я бы сказал, что достаточно 30 минут в день. Нельзя большой объем информации за день выдавать телу. Потому что оно заблокируется. Не нужно целый день заниматься дыхательной гимнастикой. Так мы устроены. Должно быть все постепенно. Поэтому гимнастика занимает очень много времени. Условно говоря, вот если к мастеру пришел человек и говорит, у меня вот здесь болит, полечите. Мастер говорит, вы хотите быстро или медленно? За 10 дней или за год? Он говорит, быстро. Ложите, сейчас поставлю вам иголки. А медленно. Занимайтесь дыхательной гимнастикой год. Но если я поставлю иголки, то через полгода он опять придет и опять скажет, хорошо тогда все было, все прошло. Но мне опять надо решить этот вопрос. И вы опять ставите иголки. Человек все время находится в состоянии привязанности к мастеру. А дыхательная гимнастика позволяет быть сам себе доктором. Как только вы это все поняли, у вас эта проблема уходит. Основная задача занимающихся – убрать блоки. Есть блоки телесные, блоки дыхательные и блоки сознания. И вот дыхательная гимнастика – это убирание дыхательного блока. Я буду обучать, как его найти, как его убрать и о чем он говорит. То есть, основном, говоря, вот я могу встать возле человека, послушать, как он дышит и сказать, какие у него заболевания. В зависимости от того, как он вдохнул, выдохнул, где какие сделал паузы, чем вдохнул и как. Вы должны этому тоже обучиться, чтобы не быть привязанным никакому доктору, никакому человеку. То есть, моя задача, чтобы вы самообучались впоследствии, обладая знаниями, которые вам будут переданы. Почему человеку так важно заниматься искусством? Потому что человек – творец по сути своей. Мы созданы по образу и подобию. Вы это читали, да? А что значит по образу и подобию? Это значит, мы как Бог. А Бог – это творец. Важно заниматься искусством, потому что это и есть состояние творца. Мы должны рисовать, петь, танцевать. Это есть то, что мы должны проявлять, иначе не будет самовоплощения. Душа и дух не будут двигаться, они будут в клетке. Им нужно выходить наружу и вдохнуть воздухом, условно говоря. Поэтому обязательно… А с другой стороны, мы получаем энергию разными способами. Через дыхание, через питание. Поели там рыбу, мясо, курицу. Через гимнастику, открывая ладони, ступни, лицо. И получаем энергию через любование прекрасного, через глаза. Глаза – это ок в нашей душе. То есть, мы любуемся красотой картина. О-о-о! Или там закат. О-о-о! И получаем в это время энергию. То есть, творя, мы получаем энергию. И эта энергия называется энергия мудрости. Идёт от плоскости любовь, мудрость, трудолюбие, ответственность. И ещё двенадцать. То есть, любовь – вершина горы. И любовь – это и есть энергия. И чтобы достинуться этой любви, нужно трудолюбие, терпение, ответственность. И там же есть ещё творчество – творить. Поэтому очень важно заниматься чем-то, что вот мы понимаем слово, ну, искусство, творчество, танцевать, петь. Ну, вы же сами понимаете. Вот танцуете – и вы заряжаетесь. Там пришли и сказали, ух, энергетика, то есть, состояние. Вот это очень важно. А если сидите целый день дома, горюйте, и что толку? Ну, так и загнётесь. Нужно выходить в свет, дышать, любоваться. Жизнь продолжается. Если кто-то где-то там… Ну, бывают же такие ситуации. Близкий, родной человек умер. Ну, много там случаев таких бывает. Если человек в этот момент закрывается, он сам себя самоуничтожает. Надо порадоваться за то, что папа, мама ушли в друг друга. Там вообще прекрасно, супер. Вы должны понять, что вот здесь, находясь здесь на земле, мы находимся в аду. Это ад. Потому что здесь стресс. Постоянный стресс. Когда мы из тела ушли, для души и духа там нету стресса. Они не понимают, что такое стресс. То есть слово «болезни», душа и дух не понимает. Это что за слово такое? Это придуманным человеком видоизменённое состояние тела, когда он страдает. То есть, когда мы уходим в мир иной, за этих людей нужно порадоваться, потому что они сейчас находятся на более высоком уровне. И они сверху вам помогают. Говорят, ладно, Петя, Вася, я тебе чуть-чуть помогу, подскажу, потому что я уже, так сказать, нахожусь на более высоком уровне. Надо отпускать, потому что, когда у человека стресс, он блокирует тело, блокирует дыхание. Это приводит к напряжению внутренних органов, почки, печени, желудок, сердца. Они понижают температуру, и человек заболевает. Если у человека температура внутренних органов меньше на 1 градус в течение 6 лет, происходит рак этого органа. Если у человека рак печени, значит, он 6 лет находился в стрессе, температура у него упала 1 градус, была 36 градусов, температура внутренних органов 37. И он заработал себе рак печени. Нужно в первую очередь, что делать человеку? Просто поехать на юг и погреться на солнышке. Погреться, то есть внутренние органы должны погреться, вывести холод. У нас есть понятие такое, холод внутри нас. И мастер, когда пытается определить заболевание, он рукой ведет и смотрит внутренние органы, холодно ли сердце, холодно ли печень, или горячая, температуру. И температура, понятно, больное, не больное. И зная, какой стресс на какой орган бьет, он может или рукой убрать этот холод, или человеку показать дыхание, чтобы он сам убрал, чтобы вылечился сам. Потому что если я вылечу, то это получается привязка ко мне, и постоянно человек должен ко мне ходить. То есть задача, чтобы вы ходили, обучались, как это делать самому. Но обязательно должны понять, что должны из головы выкинуть, что болезни не бывают. Здоровье – это способ обучения человека через страдания телом. И нужно это очень четко понимать. И благодаря пониманию этого вы должны просто выкинуть из головы вот эти понятия. Злость, гнев, страх, ненависть, гордыня, обида – это все то, что вас саморазрушает. Ходите, радуйтесь жизни, все прекрасно, все любуйтесь цветочками. Я вот рассказывал, все время рассказываю, вот люди такие чудеса редко видят. Я находился очень долго время с мастерами великими, очень просветленными людьми, которые состояние ангела у них зашкаливает за 80. Вы просто представить не можете. Вот он берет, вот так вот руку протягивает, и ему птичка на руку садится. Вот так вот он дерево помахал, и дерево веткой помахало. У меня, когда я первый раз это видел, у меня глаза так… Мастер, это что это такое было? Ну я с ним поздоровался, дерево смотрел. Привет. Дерево. Хоп. Когда это видишь, у тебя волосы дыма встают. Он говорит, это человек может? Может, естественно. Я же тебе показываю. Вот. Это мой учитель так делает. Я говорю, по воде можете пройти? Могу. А зачем? Ну зачем? Ну то есть смысл. Это люди, они могут все, но мы так сильно себя блокируем и закрываем. Не могу, страшно. Вообще зонок входит такой весь. Зачем? Какой в этом смысл? Что от этого все прекрасно стоит? Да это все наоборот сложится. Понимаете мою мысль, да? Вот я хочу вам передать это состояние. Очень важно вот контакт такой прямой. Не через телевизор, и не слушали, и не читали книжку, а вот общение с человеком, который этим занимается, видел и тоже что-то умеет. хорошо. У нас уже там люди собираются, занятие начинается. Заканчиваем. Все. Спасибо. 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 Спасибо.